Психоэмоциональные реакции 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 Ещё один вариант психоэмоционального реагирования – это ипохондрия, которая представляет собой уже отдельное расстройство, которое само по себе никак не связано с постановкой диагноза. Оно в большей степени связано с истощением нервной системы, и ипохондрия появляется уже как отдельный синдром. Причём пациенты начинают искать выход из ситуации, ходя по большому количеству врачей, и каждый раз при походе к врачу, и когда врач констатирует то, что, собственно, беспокоиться не о чем, пациент задаётся вопросом «А вдруг?» А вдруг врач ошибся, надо сходить ещё к кому-то, ещё к кому-то? То есть это своего рода навязчивость. Следующие – это фобии, это наиболее выраженные сильные эмоции, приступы панического страха, возникающие в различных ситуациях, которые тоже представляют собой не конкретную реакцию на постановку диагноза или переживание лечения и процесса восстановления, а это тоже отдельный синдром, который возникает в ответ на стрессовую ситуацию. Как правило, это кратковременные вспышки, которые могут быть напрямую не связаны с постановкой диагноза, а вдруг начали проявляться, например, панические атаки в ситуации поездки в метро, либо в лифте, либо когда пациент находится среди большого количества людей. Следующая – это абсессия. Абсессия – многократная, затрудняющая жизнь проверка и перепроверка постоянная того, что было выполнено. Абсессия – это навязчивость, которая не просто затрудняет жизнь, она делает ее практически невыносимой. И связана она, опять же, с истощением нервной системы и возникает с этим сложность переключения с одной деятельности на другую. То есть в подкорковом отделе содержится тумблер, который переключает, собственно, нас с одной деятельности на другую. И когда нервная система истощена, то это переключение становится невозможным. Здесь необходимо пациентам для себя отметить, в чем это проявляется и как они пытаются с этим бороться. Проявляться это может быть по-разному. Например, вы едете в транспорте и отмечаете номера машин, которые проезжают мимо, и отмечаете сходство этих номеров. И это тоже изначально не представляет собой каких-то сложностей, но отмечаете и отмечаете, а потом это становится навязчивым. То есть каждый раз в ситуации, когда вы находитесь в пути, вы стараетесь уже это делать намеренно в поисках сходных между собой номеров машин. Ну, это так, для примера. Если кто-то из пациентов отметил у себя подобного рода особенности, то необходимо определиться теперь, когда и в чем это проявляется. Следующее – это апатия. Апатия тоже связана с тем, что происходит упадок сил. Но апатия может быть и двух видов. То есть она может развиваться изначально еще и проявляться ярко в подростковом возрасте, фактически выступая как функциональная дефицитарность стволового отдела головного мозга. Либо апатия может появиться как симптом переживания какого-либо тяжелого, в том числе и постановки онкологического диагноза. И это тоже связано с истощением нервной системы. Астения. Она схожа по некоторым особенностям с апатией, но надо понимать разграничения между ними, потому что это разные все-таки состояния. Если при апатии отсутствует желание, то при астении желание есть, но нету сил для того, чтобы достичь желаемого. На слайдах перечислены особенности, которые связаны с астенией. Можно добавить к этому и такую вещь, как раздражение. Пациенты, чаще женщины, отмечают у себя раздражительность. Иначе это называется еще неврастении, либо раздражительной слабостью. И последнее – это дереализация, деперсонализация. Возникает эта реакция в случае, если… То есть есть, в общем-то, заготовка для этого. Это некоторые демонстративные качества личности. И когда… Чаще тоже появляется у женщин. Когда женщина попадает в трудную жизненную ситуацию, то ее нервная система дает некоторый сбой. И она оказывается, как Алиса в стране чудес, при этом не имея возможности фактически даже контролировать ситуацию. Но это транзиторное состояние, которое само по себе никак не навредит и со временем проходит. Что же все-таки можно сделать самостоятельно? В любом случае, я бы рекомендовала, если вы наблюдаете у себя одно из этих состояний, обратиться за помощью к психологу, к психотерапевту. Тем более, что сейчас, на сегодняшний день, это не проблема. Есть и бесплатные консультации. В том числе у нас в стационаре идет и амбулаторный прием, и консультации для пациентов, находящихся в самом стационаре. Но если вы сейчас, на данный момент, обнаружили у себя что-то подобное, то я могу предложить вам следующий метод, который вы можете для себя попытаться использовать. Его можно использовать не во всех случаях. И если возвращаться к самому началу, то в состоянии тревоги, например, можно это использовать. Когда вы отмечаете для себя, как вы ведете себя обычно в состоянии тревоги, в состоянии депрессии этот метод использовать будет затруднительно. И если у вас есть действительно чувство вины и постоянные переживания и драматическая переоценка своего будущего, то здесь просто необходимо обратиться к психологу либо к психотерапевту для того, чтобы получить не только консультацию, но и, возможно, медикаментозное лечение. При дисфории этот метод тоже можно использовать. Метод, о котором я скажу позже. При похондрии, безусловно, можно его использовать, потому что это тоже своего рода навязчивость. При фобиях и при абсцессии, при апатии в том числе. При астении тоже в какой-то степени. При дереализации, деперсонализации рекомендуется все-таки профессиональная психологическая поддержка и самостоятельно решать эти вопросы вам будет трудно, потому как вы не знаете, когда в следующий момент наступит это состояние. Итак, когнитивно-поведенческая психокоррекция, которую вы можете провести самостоятельно. Обычно в ситуации нервного истощения, напряжения и проявления всех перечисленных мною сегодня психоэмоциональных реакций человек пытается с ними каким-то образом справляться, либо ведет себя обычным образом. Но, как правило, есть некоторый уникальный эпизод, когда удавалось справиться с ситуацией. Необходимо вспомнить сейчас этот эпизод. Вспомнить, когда, при каких обстоятельствах вы могли справиться с ситуацией. Например, в ситуации остыни, если вы обнаруживаете у себя остынизацию. И, допустим, из 28 дел, которые были запланированы, вы можете к вечеру выполнить только 14 и ругать себя за неэффективность. То есть было ли когда-то такое, когда вы не ругали себя? Было ли когда-то такое, когда никогда вам удалось справиться со всеми заданиями? А когда вы были удовлетворены сложившейся ситуацией? Это и будет уникальным эпизодом. И необходимо в соответствии с этим уникальным эпизодом ответить на ряд вопросов, которые перечислены на слайде. Суть этих вопросов сводится к тому, чтобы обогатить этот уникальный эпизод и понять, в какой ситуации это происходило. Воскресить память об этом эпизоде. Если перечислять эти вопросы, то где вы были при этом? Когда это случилось? Вы были одни или был кто-то еще? То есть кто участвовал во всем этом процессе? Кто помогал вам в этот момент? Либо вы справлялись самостоятельно? Потому что бывают разные ситуации. Кому-то нужна дополнительная помощь, кому-то нужно чужое присутствие для того, чтобы решиться, например, на что-то. А кому-то нужно, наоборот, некоторое уединение. То есть что при этом происходило, необходимо вспомнить в мелких деталях. Когда вы воскресили в памяти вот это воспоминание, оно у вас уже так хорошо кристаллизовалось, то тогда вы можете использовать эту же ситуацию, моделируя ее в любых других ситуациях возникновения тех или иных психоэмоциональных реакций. И при астении, и при апатии, например. То есть когда вы не просто лежали, что называется, пластом, не имея желания как-либо реагировать на происходящее вокруг. То есть что-то, возможно, подтолкнуло вас. И можно моделировать эту ситуацию снова, снова и снова до тех пор, пока она не превратится в навык. Далее, для закрепления этого навыка требуется ответить на вопросы, что этот поступок, что этот уникальный эпизод говорит о вас как о личности. Дело в том, что во время любых психоэмоциональных всплесков мы начинаем переоценку и собственной личности в том числе. И самооценка эта чаще всего начинает снижаться. Мы чувствуем себя никчемными, неэффективными, недостаточно разумными, неспособными предсказать дальнейший ход развития событий. И вдруг появляется некоторый уникальный эпизод, который говорит об обратном. Это и будет как раз столкновение с реальностью. Это будет пересмотр того, что вы имеете на сегодняшний день. То есть что это скажет о вас как о личности? То есть что вы за личность на самом деле? Не с точки зрения психоэмоциональной реакции, которая сейчас влияет на ваше размышление, а что говорят обстоятельства, которые на самом деле всегда более объективны. И последний вопрос. Нравятся ли вам те ваши качества, которые помогают вам справляться с ситуацией? И если эти качества вам нравятся, то, собственно, на этом можно поставить точку и сказать вам, что вы на верном пути. Если же вы обнаруживаете, что эти качества вам совершенно не нравятся, то тогда милости просим на прием. Тогда необходимо разбираться с тем, что же именно значат для вас все эти психоэмоциональные реакции, фобии, деперсонализация, апатия, стыния и прочее. Что это вам дает? И ответив на вопрос, для чего мне это, к примеру, ипохондрия, если взять ипохондрию, которая вещь очень неприятная, то есть что мне это дает в реальности, ответить на этот вопрос самостоятельно очень трудно, поэтому понадобится в любом случае психологическая консультация. В принципе, у меня на этом все. готова ответить на ваши вопросы. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok